Класс мы делаем сегодня ручную из манки. Это не курсы будущих шеф-поваров, а уроки технологии в центре Багратион. Девочки учатся готовить и шить, юноши работать на станках. Алла Полякова признается, классов настолько нового поколения увидеть не ожидала. Очень приятно видеть такие большие коридоры, светлые классы, новые интерактивные доски, кабинеты домоводства, кабинеты труда для мальчиков. Все то, что делает наших детей более полноценными и готовит их к будущей жизни, к выбору будущей профессии. А к этому подход серьезный – стать политиком, бизнесменом или экологом. Вопрос для учеников открытый. Узнать из первых уст о карьере депутата было полезно. Это удивительно, что на самом деле в школу, которая работает первый год, пришли дети с разных других школьных учреждений, и они настолько уже сдружились. Их вот эта вся атмосфера школьная, она их объединила. А вот у нового корпуса школы «Надежда» это еще впереди. Пристройка на 250 мест откроет свои двери 1 сентября. География учеников от Калининграда до Владивостока. Уникальность еще и в программе. Адаптированная совмещается с общеобразовательной. Ребенок может переходить в общеобразовательный класс. Он избавился от недуга, он переходит здесь, в своей же школе, где его знают. И за счет того, что дети находятся в смешанной среде, они более терпимо друг к другу относятся. В одном классе от 8 до 12 учеников, а в коридорах – доступная среда. С ребятами-аутистами будет работать тьютер. Это специальный обученный человек, который знает другого анализ поведения и корректирует его, чтобы он был в группе. Если его поведение слишком сложно, то мы его переводим на индивидуальное обучение. Профориентация с пятого класса. Ребята смогут выучиться на ландшафтного дизайнера, флориста и мастера зеленого хозяйства. Здесь будет и фотолаборатория, и девочки будут учиться стричь, красить, заплетать косички. Мы будем… шесть профессий будет в рамках этого. Смонтированы окна, утеплен фасад, впереди благоустройство территории, беговых дорожек, зон отдыха и трех спортивных площадок. Степень готовности объекта порядка 80%. Стадия завершения. Ведутся работы, начали работы по благоустройству объекта. Также ведутся работы по отделке второго, третьего этажа и первого. Монтаж, коммуникация, пусконаладочная работа. Так, ремонт там невозможен, будут сносить и новость строить. И в итоге тишина. На личном приеме вопросы тоже об образовании. Елена, многодетная мама из Венигорода, рассказывает, аварийный детский сад закрыли, дошколят распределили по другим, а вопрос с ремонтом не решается. Министр обозначил два возможных варианта – построить новый детский сад, а ветхий восстановить силами частного инвестора. Я думаю, что реально проинформировать вас о том, как эта проблема закрылась, и мы сможем его где-то в начале лета. Капремонт и строительство новых детских садов стали главными темами личного приема. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».